привет друзья коллеги девчонки пчелки информативные видео о том чем мы занимаемся на пасеке что я сейчас делаю значит забираю по рамке расплода с пчелой собираю для того чтобы делать однорамочные отводки ну когда матки закроем колпачками тогда вот эти собранные рамки ставим сверху на семью воспитательницу и это надо делать ну дней за 7 за неделю хотя бы чтобы не было гарантировано никаких личинок не ничего ну и что вы думаете не уберег вышел рой два магазина стояла пчелы было валом приезжаю на пасеку смотрю сразу глянул же по литкам смотрю лёта нету первую очередь в него залез ну и что вы думаете он понавырывал в этих маточников так главное что маточники есть на тихую замен и и роевые и наверно 50 на 50 процентов как бы тот вот так непонятно я же думал что взяток блин перебьет все это дело проверяли перед тем как магазины ставили все было нормально и тем не менее вот так вот а сейчас первая задача найти мне матку матку нахожу потом беру отставляю ее беру рамку с расплодом и отставляю он пустой улей кстати был случай когда-то четыре корпуса собранных рамок то есть печатный расплод с пчелой и с одного улья я так его и не нашел с какого улья с одного улья мы нечаянно забрали матку почему я вот сейчас ищу матку сначала в первую очередь забрали матку и перенесли туда где 4 48 48 рамок ну там битком набито пчелы и расплода и перенесли матку и что вы думаете не тронули матка там работала нам корпуса ставить на этот значит на воспиталке я туда-то что-то не пойму что-то уже знаете такое чувство что что-то не в порядке на рамке раз яйца есть значит матка начали искать нашли матку где-то на втором середине так что вот такое от нас бывает вот короче два корпуса уже собрали еще осталось рамок наверное сейчас даже посчитаю сколько осталось 1 2 3 4 5 еще 7 еще 7 рамок значит печатный расплод ну где попадается личинка а может быть и яйцо до того момента когда ставить их на воспиталке там уже не 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 личинок не яиц ничего не будет оно все запечатается меня спрашивали они дерутся ли пчелы ну вот можете посмотреть никакой драки нету они даже мостики он строит между этими самыми между улочками дружка с дружкой то есть чужая пчела с чужой пчелой уже соединяются и нормально все я хочу о другом сказать что ну в связи с тем что рой вышел нам пришлось столкнуться с другой еще как бы проблемой перебирая гнезда для того чтобы отобрать печатный расплод я уже говорил что сначала ищем матку а чтобы матку найти нужно перебрать гнездо вот можете представить представить себе какая работа нам с сыном досталась и что мы обнаружили несмотря на то что цветет акация вот она вся как невеста белая стоит полным ходом цветет но но несмотря на наличие взятка и вроде бы работает пчела но семьи в роевом состоянии мисочки в мисочках яйцо матки еще вроде как работают но уже есть поползновения есть маточники или мисочки уже с молочком я двух маток вообще задавил значит крылья режу вот сейчас вот это вот стоит на вот пчела прямо на улье сейчас у вас на экране этот улей я сделал по методу демари потому что матка еще работает но матка восемнадцатого года здесь уже были маточники и главное что маточники опять может быть повторюсь маточники на плоскости рамки вроде бы как на тихую замену и внизу маточники мисочки маточники до десятка поэтому не стали мы судьбу дразнить взял я вытрусил сюда всю пчелу поставил одну рамку с яйцо открытый расплод сушка вощина а туда наверх поднял весь расплод через разделительную решетку разделительная решетка на гнезде потом магазин и соответственно корпус есть надежда что они внизу матку поменяют я крылья обрезал так что братцы не надейтесь на то что есть взяток надо надо проверять семьи на раевое состояние слышу от многих что раи летят нужно бороться мисочки внизу только на плоскости рамки да ну надо эти маточники поубирать вот эти вот есть еще маточники нет вот этого больше не больше не нашел да ну на средних рамках нет вот еще один ага не запечатанный ну повыламывать значит вот тут оставить на вот той рамке как что стоит вот там и здесь можно один оставить и все и матки крыло обрежем и найти сначала ну давай найдешь потом подскажешь обрезаем крыло а я бы такой маточник не ломал не когда много вот кстати когда много маточников это много это много надо оставлять один-два маточника почему потому что одна матка выходит пчелы знают что у них еще будут выходить они убивают эту матку следующая выходит следующую убивают и могут добиться до такой степени что всех маток перебьют вот и семья сойдет на нет это уже в практике такое было вот такая работа братцы да ребята спешка вот это вот при ловле блог показывал как я обрезаю матки крылья а камеру не включил ну думаю что там он следующий тоже будем смотреть думаю тоже самое будет так что а сейчас сейчас значит матки я крылья обрезал матка еще полная такая не уменьшается то есть к полету еще не приготовилась они ее собираются скорее всего менять но учитывая то что у нас уже один рой полетел где где были мисочки и сбоку и внизу поэтому я сейчас оставлю два маточника а может быть больше потому что тут отломать неудобно их три штуки вместе так так их три штуки вместе а и вот с этой стороны тоже вот не зря это же химекселеновский в зиму они шли с трутом то есть они уже знали что они матку будут менять обязательно ячейки чей личинки с ячеек удалять потому что они могут по новой отстроить и будут воспитывать дальше эту личинку так все значит это я оставляю и здесь два маточника так же они неудобно расположились но вот этот маточник он на краю печатного расплода то есть заложен как бы на самой молодой личинке хотя этот тоже или эти два оставить затрудняюсь так все маркер который я вам показывал держится капитально на рамках единственное что пока его расколотишь все и поставим рамочку вощины потому что мы отсюда забрали рамку печатного расплода вот как бы такая процедура и вот так идем вулок за вулоком отбираем рамку печатного расплода и заодно делаем ревизию семьям ой тяжелая эта работа нудная но нужная ну вот тоже залез в семью 4 маточника ну два оставил два убрал два оставил боковые если сейчас нигде больше не найдем тогда на замену а если где то еще и внизу будет тогда думать надо будет ось и внизу тянет и уже и уже молочко вот шо но это до 20 июня будет атакой ажиотаж когда пчелы и матку хотят поменять и улететь строится а взяток скорее всего идет но пчела покусывается ну тут матка где успела там посеяла остальную рамку залили хотя вот свежая рамка казалось бы дайте матке возможность посеять не льют залили и главное что заносят гнездо конечно они подымут наверх но сначала гнездо вот это особенность такая карники что сначала тащит к себе домой гнездо все в гнездо а потом начинает подымать уже лишнее ну вот вот и думать надо вон мисочки и они уже скорее всего с яйцами а вот мисочка тут яйцо отложено на боковой стороне да единственное конечно хорошо смотреть потому что сейчас пчелы мало вся пчела в полете хорошо искать мат ау 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 и ось и ось два штуки и ось два штуки ну это на замен так ну что самое интересное что я матки не вижу да не ну не могли же яйца есть я видел яйца но гнездо не освоено матка никудышнее вот это они ее и собираются менять не могли же они чухнуть на этих маточниках Сережка наверное ушел и отсюда а? так выхода нету они запечатали маточники и полетели да не ну пчелы мало хотя в тех уль ехал я смотрел тоже пчелы мало было но она как бы в работе сейчас нашел я ребята матку да она старая уже древняя еле ходит но крылья мы все равно обрежем и вот сейчас я вам покажу как я это делаю так может кто-то будет говорить что это варварский метод там это самое но у нас я ее беру за грудку ножничками подвожу и все чик ножницы острейшие еще с моей молодости со студенчества так все крылья ей обрезал и то что рамку ложил пчелки все целые переворачивайся да переворачивайся ну бери о так все так ребята продолжаем бой с раением опять свищевые выводные тихой замены все все идут одни в большей другие в меньшей степени на раях и вот это вот где уже такие капитальные были маточники с молочком значит мы их под метод дымари это такое матки крылу обрезали маточники правда плохо ващины на этот улей не хватило но у нас есть сушка тут раяка такой если выскочит мало не покажется жалко гнездо ну гнездо и здесь гнездо и в те гнезда залиты сплошняком ну это я говорил уже особенность некоторые уже начали выкидывать наверх да приличный был бы ройчик так сюда сейчас мы ставим вот такую вот сушку что есть вот такую недостроенную а там потом приеду с вощиной если только они не перебушуют придется может вощину поставить в полчаса и в полчаса в полчаса с Улей. Кладем разделительную решетку. Сюда магазин. Все, Сережа, давай. Все, здесь расплод. Гнездо чистое. Пустое. Пускай работает. Будем контролировать. Вот такое положение. Потому что мы сдвинули сроки вывода маток и создания отводков. У нас к этому времени, когда перед акацией уже отводки были. И мы весь лишний расплод я уже говорил, да, 7 рамок всегда скидывали в отводки. И, как бы, с роением фу-фу-фу-фу, было хорошо. А, в этот раз мы только матки заложили. Расплод скидывать было некуда. Ну, они поперли. Вот. И вот, как бы, результат. Взяток идет, а они дуются. Но пока что носят. То, что там, как бы, где крылья пообрезали, где сдымарить сделали, вот, покелешивали их. Так что, думаю, акацию мы выдержим. Смотрите у себя какое положение. Потому что роевая пора такая жестокая. До 20-го июня, как правило. А после 20-го там уже начинает затихать вот это вот бум пчелиной на роение. Друзья, хорошего медосборова, здоровья, благополучия в семьях. Подписывайтесь на канал, следите за новостями нашего канала. До новых встреч. Пока. До новых встреч.